Госдолг России превысил 20 трлн рублей. Согласно счетной палате, за первое полугодие показатель вырос практически на 8%. С чем связано увеличение в нашем сюжете. Государственный долг – это результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. На сегодняшний день Госдолг России превысил 20 трлн рублей, с чем связано увеличение и является ли это существенной нагрузкой для бюджета страны. Последние два года, 2020-2021 год, в связи с пандемией, в связи с приостановкой деятельности многих предприятий, сократились и налоговые поступления, а при этом расходы остались теми же и даже увеличились в связи с необходимостью осуществления различных антикризисных мер и финансирования каких-то чрезвычайных расходов. Текущие размеры российского государственного долга и расходы на его обслуживание не являются существенной нагрузкой для бюджета страны и не оказывают существенного влияния на макроэкономические показатели, сказал Игорь Кох. Если посмотреть динамику Госдолга России по годам, то можно заметить, что Госдолг страны увеличивается с каждым годом. Изменение размера определяется изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам. Часть государственного долга – это иностранные заимствования, то есть заимствования на иностранных финансовых рынках в долларах, в евро и других валютах. Соответственно, изменение курса иностранной валюты приводит к изменению величины госдолгов, исчисленной в рублях. По словам Игоря Коха, даже если бы правительство ничего не заимствовало, госдолг вырос бы за счет изменения стоимости тех валют, которых этот госдолг в свое время был сформирован. Елизавета Никитина, Универньюз.